Здравствуйте! В эфире телевидение Электрогорска. Студия Ольга Костина с итоговым выпуском новостей за прошедшую неделю. Выявить существующие проблемы и найти путь их решения – главная цель рабочей встречи главы города Дениса Семенова с жителями, которая прошла 28 июня в одном из дворов на улице Пионерской. Глава города отметил важность и необходимость прямого общения, поскольку это позволяет наладить диалог между администрацией и населением. О том, как прошла первая встреча в таком формате, расскажут наши корреспонденты. Денис Олегович, теперь вопрос. У нас вот здесь стоят колодцы. Колодцы очень часто забиваются. Как будут машины аварийные туда заезжать? И не дай бог, сейчас дай бог, чтобы… Нет пожаров, да? Ведь не у каждого все квартиры с той стороны. Не дай бог пожар. Как пожарная может заехать с этой стороны, если вы там все закроете? Какие колодцы? Выгребные, вот эти вот колодцы, канализационные. Как туда будет машина подъезжать? Два варианта, да, вот как заехать, допустим, на эту зеленую зону. Либо с торца Пионерской пятого дома, либо вот здесь у нас есть… По бордюрам, да? Нет, там мы закроем… А здесь бордюры? А здесь мы можем ставить. А тут трубы, тут трубы. Вы проходили, тут трубы лежат на поверхности. Во дворе дома номер пять на улице Пионерской, где глава города Денис Семенов провел первую встречу с жителями в неофициальном формате, вопросы поднимались самые, что ни на есть актуальные и наболевшие. Почему здесь такой, скажем, сложный вопрос создания парковочного места? Потому что здесь городской парк. Парк, вы видите, он обустраивается, каждый год у него что-то добавляется. Сейчас ведутся работы по наружному освещению, будут работать по благоустройству еще приводиться. И, соответственно, те люди, которые приезжают в парк отдохнуть, погулять, ну, приезжают такие на машине, им нужно где-то машину оставить. Чтобы не бросать во дворе, вот здесь на газоне и под окнами, мы делаем парковочное пространство, чтобы в первую очередь для жителей, вторую – для гостей в парк. Чтобы у меня под окном поставили. Вот это самое оптимальное решение, которое можно найти. Глава города пояснил собравшимся, какие работы по благоустройству дворов на улице Пионерской будут сделаны в рамках реализации региональной программы. Ваш двор, два двора, да, получается, Пионерская, пять, Пятя и Комсомольская, восемь, девять, они вошли в программу комплексного благоустройства. Что такое комплексное благоустройство? Это пять самых необходимых элементов. В первую очередь это строительство дорог, строительство парковок, это освещение, детская площадка, это информационный стенд в нашей Подмосковье, где есть вся информация, и контейнерная площадка. Другое устройство. Ваш дворы включили ввиду того, что у вас нет ни одного, так скажем, нормального парковочного места. Есть только проездные и проходные дворы. Мы с вами наблюдаем, да, и видим, что машины, вот в частности, задуманная Пионерская, пять, стоят конкретно на газоне. На газоне проховаться нельзя, стоят они непосредственно близости под окнами, и поэтому выработан, так скажем, план, схема, как обустроить новые парковки, чтобы они никому не мешали. Планируем мы поставить освещение, вот 8-9, да, улица Комсомольская, там нет освещения. Там мы соединяем дорожку от 14-й школы до, получается, до сквера, соединяем дорожку, да, и здесь у нас дополнительно мы решили парковку, про которую я вам говорил. То есть мы делаем освещение, ставим информационную доску, потом мы приходили, смотрели с торца того, если смотреть дома, да, там у вас есть вот парковка, да, вот сейчас сделаем между середине, и там остается узкий заезд, там где-то метров 5-6, и чтобы машины вот так вот не стояли, как вот сейчас они стоят, мы там проезд этот закроем. То есть мы оставим вот эту зону конкретно зеленой. Весь грунт просеем, кирпичи и все блоки вывезем, выбросим, и весь грунт засыпем вот эту вот дорогу, которая из песка сейчас идет по кругу, мы ее засыпаем землей и делаем ровно ее. То есть это будет просто, грубо говоря, зеленая зона. Вот эти машины все уже сюда ставиться не будут, они будут стоять либо здесь, либо там, с торца. На встрече присутствовали представители управляющей компании, полиции, городской больницы, руководители структурных подразделений администрации, заместители главы администрации. Ведь цель таких встреч не только услышать проблемы горожан из первых уз, но и чтобы между чиновниками и жителями была налажена обратная связь. Александр Олегович, я всю зиму звонила, всю зиму ехали, ездили трубы, накатали дорогу. Кто ездил по трубам? Кто? Машины, вот с этого дома. Жители ваших домов? Нет, с этого дома, с нашего недвижения, вот с этого дома. Подождите, как вас поймете? Я не рад, что именно меня заходите. Наталья Петровна, давайте, смотрите. Хорошо, здесь все занято, надо ехать. У нас, во-первых, работа находится в активной фазе, работа только началась. Как только мы будем заканчивать, мы пригласим всех жителей заинтересованных, для того, чтобы вы помогли нам принять наш дом. Не в этом дело. Дело в том, что у нас начали начинают и не заканчивают. Вот здесь стояли ограничители, чтобы здесь машины не ездили, потому что тут трубы. Когда здесь какая-то авария случилась, раскопали, закопали. Я просила, поставьте эти столбики, ограничители обратно, чтобы эти трубы лежат на поверхности. Всю зиму я звонила. Давайте мы позаботимся об этом и закроем этот проезд. Давайте закройте, пожалуйста, потому что там трубы. В сентябре 5-го дома мы закроем проезд. Давайте вот так договоримся. Люди говорили о проблемах, которые не решаются уже несколько лет, и просили о помощи. У меня здесь внучка, инвалид, на коляске. Очень неудобный пандус. Открываем дверь, вывозим ребенка. Пандус загорожен, а здесь ступеньки. Вот я спускаюсь на ступеньки, на весу, прикрывая дверку, только выезжая на спуск, на пандус. Вот смотрите, что-то расширить надо. Где? Дверь или как-то это, вот это, само крыльцо. Нам погулять такая проблема. Мы вроде купили эту пандус, а люди... Пойдите, пожалуйста, ближе. Давайте вы сейчас вот с Виктором Тойки. Давайте я вам покажу. Виктор Микланович, вы им покажите. Пойдемте. Пойдемте, пожалуйста, по пандусу. А я буду прям бронить. Я Михаил, бронить. Ну, можно сжать, дайте. Но все же самыми актуальными и часто задаваемыми были вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий. Площадка стоит для 100 штепелья. Она останется. Вот здесь будут благоустраивать двор. Она нам очень нужна. Как бы ее благоустроить? Пока у нас мысли демонтировать ничего нет. Нового ничего строить не будем. Но вообще тенденция идет все вешала срезать. Объясню почему. Потому что, ну, даже вот мы ходим, да, по дворам делали обход. Мы сегодня тоже делали обход. На бульваре подошла тоже женщина и говорит, сделайте нам вешала. Я говорю, хорошо. Я говорю, ну, в принципе, можно сделать. Я говорю, а где вы живете? Я живу у Горького 3 за домом. Я говорю, у Горького 3 за домом. Там городской бульвар. Ну и что, сделайте мне вешала. Я говорю, как вы себе представляете? Городской бульвар. Я говорю, ваши вещи висят сушатся на городском бульваре. Ну и что? Я говорю, ну как, ну и что? Я говорю, ну вам-то ничего. Я говорю, а люди там, ну, какая. Мы вам, смотрите, срезать ничего не будем. Срезать ничего не будем. Ну, погулкуйте ее немножко. Первое, мы делаем вот эти все дороги, парковки не для себя. Мы это делаем для вас. И поэтому, если вам эти вешала нужны, с вами спорить, ругаться я не хочу. Пусть будут. Пользуйтесь вы ими, пользуйтесь, не вопрос. Вообще не вопрос. Но они не мешают, потому что детские площадки у нас... Они мне здесь тоже не мешают. Поэтому, я думаю, что если они вам не мешают, значит, нам не мешают. Обратиться к главе города со своими вопросами пришли ветераны, молодежь, молодые мамы с детьми и даже жители из других дворов. Мы не с этого двора, и все нам интересно. И мы, в принципе, за, чтобы у нас было красиво и хорошо. Но меня интересует такой вопрос. По правую сторону от клиники Шаталова ведутся строительные работы. Вот мы с подругой обошли несколько раз это строительное, так сказать. И нас интересует, нет стенда информационного, что это будет за строительство, что это будет там строительство, почему мы не можем увидеть, что это будет... Значит, стенда нет информационного, это совершенно правильное замечание. Вопрос подрядчику. Можно ее привлечь к ответственности за безобразие? Правильно, завтра мы встречаемся, я попрошу, чтобы они разместили информационную табличку, что строится, для чего строится, с номерами телефона. Это строится дом по программе переселения, для переселения трех домов. Это будет трехподъездный, четырехэтажный дом. Он предполагается переселить, значит, три ветхого аварийного дома. Калинина 20, Ленина 31 и Комсомольское домо-1. И Пионерская 5. Переселите нас за компанию. Этот дом будет такой же, из такого же материала, так же будет выглядеть, как и прекраснейший дом по Жукова 2, 3, 19? Смотрите, отвечаю на ваш вопрос. Первое. Проект по фасаду пока еще не готов. Мы его не видим. Второе. Значит, это третий дом по программе переселения, который строится номерами телефона. Конструктив у них, у всех троих одинаковый. Что у Ленина 47, что у Проезды Жукова 2, 3, 19, что у этого дома. Состоявшийся диалог помог получить на многие вопросы исчерпывающие ответы. А вопросы, требующие времени на решение, взяты на контроль. Вообще, смысл задачи наших с вами встреч – это не ругаться. И самое главное – найти общий язык, чтобы вместе сделать больше. Вот как бы вот посыл такой. Вам желаю хорошего вечера, хорошего настроения, здоровья, счастья. Спасибо большое. 5 июля в 19.00 состоится прямой эфир с главой города Денисом Семеновым. Интересующие вопросы вы сможете задать по телефону 3-24-43, а также в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. 23 июня в пансионате Ногинской прошел День открытых дверей. В гости к сотрудникам учреждения и проживающим гражданам были приглашены руководители и сотрудники Комитета социальной защиты населения Электрогорской и области, директор пансионата Юрий Панков. Подробности в материале коллег. На День открытых дверей были приглашены все желающие познакомиться с жизнью и работой пансионата. Здравствуйте, дорогие гости, наши друзья. Многих мы знаем, многие у нас первый раз сегодня. Поэтому сегодня сначала будет у нас экскурсия по учреждению. В ходе экскурсии давайте буду вам рассказывать историю. Перед началом экскурсии гостям рассказали об его истории. В 2015 году с 1 октября было принято решение нашими учредителями, Министерством социального развития Московской области, об объединении нескольких учреждений. Одно учреждение у нас находится в городском округе Лосино-Петровске, Щелковского района, а другое в Электрогорске. Наше учреждение головное находится в Ногинске. Учитывая, что эти два учреждения малой вместимости, они были присоединены к нам, и мы стали работать одним единым организмом под названием пансионат Ногинский. Сфера услуг наша, оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам первой и второй группы, лицам старше 18 лет, в стационарных условиях. То есть вот здесь вот в Электрогорске есть комплексный центр социального обслуживания. Я знаю, что оказывается надомное обслуживание на дому, плюс отделение дневного пребывания здесь работает, да. Мы работаем в стационарной форме. То есть те граждане, которые к нам приезжают, с ними заключается договор на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг сроком на три года. И полностью прописываются все виды услуг, которые мы должны предоставить. Первым, куда попали посетители, была комната реабилитации. А после экскурсии все желающие смогли расслабиться на массажном кресле в комнате психологической разгрузки. Здесь также у нас есть тренажеры для мелкой моторики у постинсультных пациентов. Пациентов, смотрите, они в быту всеми этими тренажерами пользуются, и это им необходимо для жизни. То есть они могут открывать, закрывать вот эти все шпингалеты. Гости побывали в комнатах проживающих, подсобных помещениях, библиотеке, комнате отдыха. Ведь для проживающих здесь есть много способов. Интересно и с пользой занять свое время. Здесь, как я сказала, живут более сохранные. Ну, здесь, конечно, у нас где-то тяжелые. Здесь на этаже есть библиотека. Здесь сидит культорганизатор с психологом. То есть постоянно с людьми на связи, постоянно люди не брошены, постоянно они под присмотром, под общиной. Здесь находится сестра-хозяйка, которая выдает полностью одежду. У нас проживающих одевают с ног до головы. Посетители пригласили в уютный обеденный зал и чайную, где повара стараются, чтобы пятиразовое питание было разнообразным и вкусным. У нас 14-дневное меню. Ровно две недели питания не повторяется. Ни завтрак, ни обед, ни ужин. 14 дней. Повторяется только через 14 дней. Сколько сотрудников? Трое в смену, трое сотрудников. Кухонный рабочий, официантка и повар. Показали гостям молильную комнату, которая появилась в пансионате благодаря помощи спонсоров. Молильная комната для верующих. Конечно, она маленькая, но кому надо здесь уединиться, пожалуйста. Все уединяются, свои там какие-то нужды справляют. Батюшка приходит к нам сюда по желанию проживающих, и исповедует, и прочищает, и какие-то даже соборования проводит. Службы тоже православные. В заключении встречи гостям показали презентацию в пансионате, о его сотрудниках и подопечных. Провели мастер-классы. Нам пришлось в голову построить интернат для пожилых людей. День открытых дверей – это способ показать всем, что делает государство для того, чтобы продлить молодость пожилых людей и инвалидов, сделать старость счастливой и благополучной. Венцом сегодняшнего мероприятия под названием День открытых дверей был тот факт, чтобы среди жителей, в частности жителей Электрогорска, был развеян стереотип старый, который еще со старых времен идет, о работе домов престарелых. Потому что все помнят это именно название, что сейчас совершенно новый, другой подход, современный подход. И те люди, которые в силу определенных жизненных обстоятельств здесь оказались, они абсолютно не брошены. С 3 по 12 июля будет произведено отключение горячей воды в связи с профилактическими работами, которые будут производиться на ГРЭС-3 и силами компании ТСК Мосэнерго. Несмотря на заметный рост рождаемости в последние годы, демографический кризис в России до сих пор окончательно не преодолен. И по прогнозам специалистов в ближайшее время может вновь усилиться. Одним из ключевых направлений Министерства здравоохранения Московской области является решение демографического вопроса. О том, какие работы в решении этой проблемы ведутся в нашем городе, смотрите в репортаже моих коллег. В состав гинекологического отделения городской больницы входит женская консультация и стационар на 43 койко-мест. В настоящее время наблюдается снижаемость рождаемости. В целом из-за того, что был большой демографический спад рождаемости в 90-е годы, и поэтому сейчас прослеживается четкая тенденция к тому, что количество вставших на учет женщин, их намного меньше, чем в прошлый год и 2-3 года назад. В настоящее время на учете в женской консультации состоит в среднем 130-150 женщин. По сравнению с прошлым годом их количество, конечно, снизилось в среднем на 5-10%. Специалисты консультации оказывают квалифицированную гинекологическую помощь населению. Мы проводим активную санпросвет-работу как среди подростков, так и среди женщин, посещающих нашу консультацию по диспансеризации. Кроме того, здесь проводят психопрофилактическую подготовку беременных к родам, лечебно-профилактические мероприятия по предупреждению о сложнении беременности после родовых гинекологических заболеваний. Сейчас прослеживается, наоборот, тенденция к тому, что на учет встают в более раннем возрасте. То есть, несмотря на все европейские тенденции, что нужно рожать после 30, у нас, наоборот, возраст первобеременных, он меньше. Поэтому есть беременные в возрасте от 18 лет, но есть, конечно, и 16, и 17 лет. По приказу маршрутизации электрогорские роженицы отправляются в роддома Павлово-Пасадского района, Ногинска и Электростали, где имеются все необходимые условия для родоразрешения любых сложностей. Активно ведется работа по профилактике абортов. Профилактику абортов также обсуждаем в школах во время лекций и бесед с подростками, во время диспансерного наблюдения также обсуждаем эти вопросы. У нас представлены тематические материалы по этому поводу. В 2017 году по сравнению с прошлым годом наблюдается значительное снижение количества абортов на 30-40%. Они встают на учет и благополучно рожают, даже в таком юном возрасте. В рамках госпрограммы ведется большая работа с бесплодными парами, готовящимися к экстракорпоральному оплодотворению. Если пара не имеет детей, то мужчины направляются к урологам-андрологам и наблюдаются уже у них. Мы даем женщинам направление также в перинатальные центры и в институты, где устанавливается четко фактор мужского бесплодия. И также по показаниям выполняется ЭКО, если пара не может иметь детей на основании мужского фактора. По сравнению с прошлым годом показатели по эффективности ЭКО выросли в три раза. Большая профилактическая работа ведется с подростками. Мы стараемся донести до них главное, что нужно не начинать рано половую жизнь, что это ведет к множеству инфекций, которые передаются половым путем, что нужно предохраняться в первую очередь не только для того, чтобы не наступила беременность, а еще и для своего здоровья, чтобы не приобрести множество заболеваний, которые передаются половым путем. 27 июня официально отмечался День молодежи России. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития нашей страны. Мы поинтересовались у самой молодежи и у старшего поколения, в чем же заключается миссия молодых людей. Наша миссия, ну, поднимать страну, поднимать еще выше, потому что она и так же на достойном уровне, развивать науку, развивать прогресс. За молодежью это же будущее наше, правильно? Вот наши дети подрастают, мы на них надеемся, что они будут лучше нас и внесут какой-то вклад в развитие нашей страны. Много достижений сделают. Ну, все равно у них надежда. Миссия молодого поколения состоит в саморазвитии, как говорили, к стремлению, к стремлению в своей мечте, конечно же. Ну, думаю, я украшать город, не мусорить, ну, чтобы он чистый был. А в плане учебы как надо учиться? Отлично. А вы как учитесь? Отлично. Отлично, нравится учиться? А решили уже, кем станете в будущем профессия? Я футболистом. Отлично. Значит, ты будешь прославлять нашу страну в футболе, да? Да. Внимание, ТВЛ, Тихомиров Даниил, будущая звезда российского футбола. Запомните. Чтобы, конечно, наша страна развивалась, чтобы жили хорошо дети и пенсионеры, естественно. Вот это дело молодых. И чтобы они были образованы, грамотно, получали образование. Я думаю, так. Ну, учиться, наверное, молодежи, миссия. Все равно учиться чему-то. Я так думаю. Потому что мне надо учиться. Никогда не поздно образование получать. Наверное, так. И учиться у наших бабушек, мам, чему-то. Наша молодежь будет продолжать то, что начали их родители. И я надеюсь, что они достойно продолжат. То есть наша родина будет расцветать. Потому что они учатся, набираются новых знаний. Будут знать больше, чем мы знали. И будут двигать нашу родину вперед. Ну, это, наверное, защищать ветеранов, помогать им во всем, чтобы они ни в чем не нуждались. Я думаю, что, ну, ты играешь, ты вот в этом детстве. Тебе все нравится, тебя защищают. Вот. Ну, тебе помогают. Ты, ну, как-то запускаешь вот эту стартовую черту. Образование получаешь. Ну, тоже растешь. О видах мошенничества и как не стать жертвой недопропорядочных граждан говорили за круглым столом, организованным отделением социальной защиты населения. Ведь все чаще представители социально уязвимых слоев нашего общества становятся жертвами мошенничества. Многие из них далеки от современных информационных технологий. Остаются такими же доверчивыми, как и до их распространения. Продолжают верить рекламе, по радио и телевидению, мнимым сотрудникам Почты России или социальных служб. Не предполагая, что перед ними могут стоять обычные мошенники. О чем предупреждали пенсионеров, смотрите в сюжете наших корреспондентов. Несмотря на проводимую разъяснительную работу с пенсионерами, мошенники едва ли не каждую неделю находят себе новые жертвы. Во-первых, мы открываем серию круглых столов, направленных на повышение грамотности наших подопечных. Первый круглый стол, который мы открываем, это будет тема круглого стола, мошенничества. Второй круглый стол мы будем собирать с родителями детей-инвалидов, соответственно, будем отвечать на те вопросы, которые есть у родителей детишек-инвалидов. Сегодня у нас с нами Росшаманна Успанова, юриста Витальевского отдела социальных защитных населений, и Билыч Елена, руководитель общественной организации многодетных семей. Почему мы с вами захотели встретиться? Потому что, я думаю, все об этом слышали, все об этом знают, учтились случаи мошенничества, в том числе и связанные с пожилыми людьми. Многие граждане доверяют сомнительным людям, которые предлагают эксклюзивный товар или якобы чудодейственные лекарственные препараты. Я хотела бы еще один случай добавить, который зачастую встречается у нас. И он как раз не подойдет под статью мошенничества, но это чисто мошенническая схема. Когда вам предлагают какой-то товар дорогой, а потом и начинают говорить, что мы вам сделаем рассрочку, что вам только сейчас надо платить, вот договор подпишите, всего 6 тысяч, а стоит вещь 70 тысяч, всего за 6 тысяч. И зачастую у нас пожилые люди, они боятся оскорбить, обидеть человека недоверием. Договор практически не читают, а если читают, не читают то, что написано мелким шрифтом, подписывают договор, а это договор на кредитование. И потом в течение двух лет удерживают с них кредит. И вот эта вещь, которую предлагали за 60 тысяч, отдали за 6 тысяч, обходится в 120 тысяч. Поэтому любые договора, договоры, которые вы подписываете, очень внимательно надо читать, а желательно не подписывать. Пожилые люди в силу своего воспитания часто бывают слишком доверчивыми. Когда вам навязывают какие-то услуги, и навязывают услуги вашим подопечным, социальные работники, я прошу провести с ними, как сказать, разъяснительную беседу, что лучше позвоните близким, узнаете, нужен этот календарь или нужен этот пылесос, или не нужен. Вот это вот с первым, с чем мы столкнулись. Очень, ну, наверное, самый распространенный способ мошенничества у нас в электророске, это неопределенные люди представляются определенными службами. Медицинские работники, социальные работники, страховщиками, полицейскими, вот последний случай был. Я скажу... Да, про приборы мы сейчас тоже поговорим. Вот я скажу за нашу службу, за социальную защиту населения. Вот если к вам обращается социальный работник, которого вы не знаете в лицо, вам нужно сделать следующее, попросить у него удостоверение. Если удостоверение человек показывает, значит, вы берете фамилию, имя, отчество этого человека, звоните к нам в отдел 320-56, 320-57 и интересуетесь, а есть ли такой социальный работник, где он находится. Мы, конечно, про всех социальных работников всего не знаем, но у нас есть контакты с руководством, мы можем быстренько в течение 10-15 минут узнать, где, какой социальный работник находится. То есть вы должны знать, что у нас все социальные работники работают по индивидуальным программам. Так, социальные работники. Больше того, что им положено, они сделать не могут. И если приходит незнакомый человек, который представляется сотрудником полиции, социальным работником, наверное, первое – это у него спросить удостоверение и позвонить те службы, которые курируют работу этих сотрудников. Быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников – вроде бы это прописная истина. Однако на практике оказывается все наоборот. Люди по-прежнему ведутся на незамысловатые разводы. Как такового мошенничества нет, есть грубые навязывания услуги, и будет проблема, ну, как сказать, для того, чтобы заявить органы о потере. Никто не заставляет никого покупать, каждый принимает решение сам. Но люди идут подготовленные, люди идут уже обученные, они делают все для того, чтобы, извините за выражение, втюхать услугу, или чтобы сделать так, чтобы человек подумал, что нам эта вещь просто жизненно необходима. Да, помимо календариков, это было порядка, наверное, полутора года назад. Мы с сотрудниками полиции этих людей поймали, слава богу, бдительные наши подопечные озвонились, сотрудники полиции выехали, доставили продавцов в отдел полиции, провели с ними беседу и отпустили. Потому что им, по факту, предъявить нечего. Они, ну, ведут, да, там, работают, да, предлагают. Но то, что календарик стоит там 10 рублей, его продают за 10 тысяч рублей, ну, извините мне, никто никого не заставляет покупать. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным и четко нужно понимать, оно вообще нужно или не нужно. От мошенничества и обмана не застрахован никто. Поэтому всегда нужно быть внимательным и обходить подозрительных незнакомцев стороной. Мы предупрежден, значит, вооружен. И цель сегодняшнего мероприятия дать информацию, которую мы обладаем, мы накопили ее на, так скажем, ошибках наших жителей города. И вот мне еще раз повторю, уже третий раз, мне очень хочется, чтобы никто не попал в трудную жизненную ситуацию. Мы нашим подопечным всегда поможем. В какую бы ситуацию они не попали, мы сделаем все, чтобы им было полегче. Ну, быть, не стараться, а не попадаться. Ну, лучше не попадать, конечно. Очень, это ладь. В среду, 28 июня, глава города совершил еженедельный плановый обход по городу. В кратчайшие сроки управляющими компаниями и дорожными службами были устранены замечания, выявленные в результате обхода. Результаты этой работы мы покажем в нашем сюжете. Осмотр территории начался с проверки выполняемых работ по укладке асфальта на улице Буденова. После этого посетили городской парк. Здесь активно ведутся работы по установке опор освещения. А на стадионе идет демонтаж трибун. Во время обхода был сделан ряд замечаний, которые устранили в самые кратчайшие сроки. На улице Крыжиновского нерадивые жители выдернули лавочку из земли. Люди просто не могли на ней сидеть. Особо переживали мамы с детишками, которые выходят на прогулку. В течение трех часов того же дня сотрудники управляющей компании «Ленком» устранили поломку. При обходе главы жителями отдыхающих на детских площадках были высказаны замечания в адрес скамейки, которая была вырвана нерадивыми жителями. Силами управляющей компании в тот же день было установлено, то есть она была смонтирована, восстановлено было крепление к дорожным покрытиям. Просьба жителям более оперативно реагировать при повреждении элементов на детских площадках в целях исключения травматизма детишек, которые занимаются, отдыхают на детских площадках. На улице Ленин рядом с проезжей частью стояло сухое дерево. Оно было оперативно спилено работниками из организации МБУ «Дорожное хозяйство» и «Благоустройство» при поддержке управляющей компанией «Ленком», которая предоставила вышку. Спиленные деревья были отвезены в городскую баню. При осмотре ротонды глава обратил внимание на состояние уличных фонарей. Грязные плафоны явно не делают город светлее. Дал указание очистить их от накопившейся грязи. Сотрудники первого ЖКО в кратчайшие сроки привели фонари в порядок. Еще один недостаток работы коммунальщиков обнаружил глава города во время обхода – неудовлетворительное состояние козырьков на подъездах жилых домов. И это замечание устранила компания «Ленком». В течение летнего периода мы производим работы по очистке козырьков от поросли, от земли, которая налетает на козырьки. Также производим очистку от мосток периодически. Сегодня мы работаем на улице Ленина, дом 23А, производим очистку козырьков. А в ближайшее время какие адреса будут подключены к этой работе? В данное время мы хотим охватить сначала этот район. Я думаю, будет по очистке козырьки Ленина 36, потом перейдем на Ленина 24А и 24Б. 27 июня с рабочим визитом советник председателя Московской областной думы Ленара Самединова побывала на основных предприятиях города. Для Ленары Самединова эта поездка в Электрогорск уже не первая. В мае она побывала с визитом на предприятиях «Эколаб», «Элинб» и управляющей компанией «Ленком». Директора предприятия показали гости производственной площади, складские помещения, познакомились с выпускаемой продукцией. Сколько наименований продукции производится? Много. Я могу сказать, что если вы знаете про фейберлик, то знаете. Пользуемся, знаем. Используемся, знаем. Но все по мере фейберлик производится. Весь каталог, который лежит у нас дома на кухне, это все можно у вас купить? Парфюмерию. Парфюмерию только? Да. Там же фейберлик сейчас стал мультибрендовым. Там порошок, подоодежда. У нас только парфюмерию. Ну они, собственно, начинали лет 10 назад. Я с ними работаю уже лет 15-16. Начинали в основном парфюмерию, косметику. Косметику они сами производят, там не спиртосодержащие, а парфюмерию мы делаем, потому что спиртосодержащие. Поделились своими планами по расширению производства. Что это вы такое делаете? Укладываем керамику на лодку. Вот печь, она идёт, у меня в России, каждую печь, через нос, в Чехии. В России таких никто еще не закупал. Поступают предложения, поэтому, я думаю, на керамику и так будем торговать, не только для себя делать. Все просто перспективы. Мулансы, мулансы, сенсоры. Хорошо, скоро переигрываетесь, и будет керамический завод. Ну, есть идея вообще цех вывести в отдельное предприятие. Экономически целесообразно. Да, но сейчас всё просчитывается. Если они единственные в мире, имеют пресс. Это пока пресс, но это есть аналоги, просто этот пресс, он единственный, пока в одном экземпляре. Я говорю, они по нас потренировались хорошо. Сейчас его на поток поставили, по другим названиям, и дороже в два раза. Ленара Семединова познакомилась со спецификой производства ЗАО «Бронцалов-А». Значит, мы вот сейчас восстановили нейтрон, цех инъекционных препаратов. Твердая форма восстанавливания начала сейчас работать в полную мощность. То есть мы можем делать примерно 14 миллионов фанфов в месяц и 20 миллионов коблеток. Кроме всего прочего, мы также продолжаем выпускать субстанцию, тонол, которую поставляем на тендеры и разные подпоснования. То есть завод восстановлен. Сейчас мы делаем крыши, потому что у нас 52 объекта, что-то где-то текло. Пришли к нам арендаторы, идут нам контрактные производства. Занимаем расширением панфеля наших препаратов. Сейчас взяли шесть номинований новых препаратов, в том числе онкопрепараты на регистрацию. Советник председателя Московской областной думы поинтересовалась проблемами, которые волнуют руководителей и сотрудников. Рассказала о своем опыте общественной работы. Я у вас здесь сегодня впервые являюсь действительно советником председателя обл.думы и возглавляю молодую гвардию Московской области. Это общественная молодежная организация. Учусь в аспирантуре и на протяжении уже двух лет координирую наш с вами опыт, если говорить политическим языком. Я занимаюсь лично молодежной политикой образованием. Образование молодежки. То есть я работаю в комитете Крокина. Сама четыре года преподавала в университете, работала в Российском государственном университете в туризме и сервисе. Это можно? Федеральный университет. Что еще можно сказать? Два года возглавляю общественную организацию и профильно работаю с молодежью. Это старшеклассники, это студенты. Помогаю со стажировками, с практиками, с культурно-восуговой всей частью. В общем, направлений деятельности очень много. Если говорить по линии организации, организации, которую я возглавляю 12 лет в этом году, то есть, естественно, федеральных проектов в море, я являюсь членом Координационного совета нашей организации, то есть она у нас есть во всех субъектах, во всех 85. Я являюсь членом совета, который координирует работу всей нашей страны, этой организации и возглавляю областное наше региональное отделение. В ходе беседы Ленара Семединова поговорила с работниками предприятий, поделилась советами, ответила на вопросы аудитории, поздравила с Днем молодежи, который в России отмечается в этот день. Я хотела бы высказаться не лично от своего мнения, а от моих сотрудников, кто здесь живет. Они сказали, что у них есть претензии к медицинскому обслуживанию, что, ну так если называть вещи своими именами, что хамское отношение часто встречается, да. И вот это вот проблема для людей. Но это я не думаю, что только здесь, в этом городе, я думаю, что это общая проблема. Ну вот я спросила людей, на что бы вы хотели обратить внимание администрации, там, и всего других людей. Вот об этом речь шла. На самом деле это действительно большая тема. У нас чуть-чуть издалека, буквально на 2 секунды, губернатор Московской области ежегодно ведет отчет. То есть у него есть обращение, также когда у президента к Совету Федерации, у губернатора к Думе и к главам. И в этом году он на этом обращении эту тему понял. То есть это говоря о масштабах бедствия. То есть все муниципалитеты об этом говорят. И он как бы решил в эту систему подходить к проблеме. В том числе очень много жалоб. Вы знаете, наверное, система добродел. То есть это тоже была инициатива губернатора. Опять же скажу сразу, что если у вас есть какие-то моменты, начиная с того, что у вас во дворе лампа не горит, заканчивая тем, что вам где-то нахамили, не стесняйтесь, об этом пишите. Это не столько жалоба, сколько сигнал о том, что где-то что-то не так. И об этом видят так наверху, так это доходит и до низа, то есть до муниципалитета. И муниципалитет берет на контроль. Плюс так как это на личном контроле у губернатора, каждый понедельник на правительственном часе каждое министерство по итогам работы добродела еженедельно отчитывается. И к нему очень такое приоритетное внимание губернатора. Естественно, когда об этом лично следит губернатор, все тоже стараются нигде не косячить, отвечать вовремя, отвечать достоверно и так далее. Поэтому об этом тоже можно туда сообщать. Но здесь, наверное, нужно комплексно подходить к любому вопросу. Это начинать с образовательного учреждения, где готовят будущих специалистов, и потом уже идти по каждой структуре. И сейчас очень много же и медицины в том числе, она стоит в приоритете на перевод на электронную систему. То есть вводятся электронные системы книжек наших с вами медицинских, электронная запись, чтобы все моменты, которые можно снять, где есть человеческий фактор, его убирать. Потому что везде все эти моменты хамства – это исключительно человеческий фактор. Работники предприятия озвучили ряд проблем, существующих в экономике, производстве и образовании. Раньше мы строили техническое образование, техникум. Техникум, коллеги, да, сегодня, пожалуйста. ПТУ, ПТУ, а сейчас молодежь, сомнительные деятельности, да, колледжи у нас есть, и сейчас есть колледжи. Конкретно вы имеете в виду муниципалитетов, Аликина Долёва, есть колледж, которые технические специальности работают. Конечно, готовят. А там, по-моему, эти автоспецоряды. Я не могу сказать всех направлений, правда. Я знаю, что техническая направленность. Молодежь не идет. Не идет на ваших предприятиях. Технические специальности. Технические специальности. Технические кружки. То есть, ребята занимаются робот-техникой, собирают там лего и так далее. Вот. И сегодня есть такой курс, как WorldSkills. То есть, это такие курсы, когда ребята по профмастерству соревняются. Они мировые, и у нас в регионе проходят. Мы популяризируем сегодня вот этим. Надеюсь, что в ближайшие десятилетия восстановят. Конечно, многое за день не успеть, но рабочая поездка, тем не менее, вышла весьма насыщенной и плодотворной. Впечатлений множество. В особенности, конечно, и от производства, и от коллективов, которые там работают. Каждое предприятие специфично, у всех своя зона. Но везде объединяет, скажем так, руководители, которые болеют делом. Видно, что энтузиасты. Видно, что очень болеют со своего дела предприятия и за коллектив. То есть везде очень здоровая атмосфера, очень доброжелательные отношения. В основном возникали вопросы по именно городскому округу Электрогорск для жителей, кто здесь живет, кто здесь работает. Надеюсь, что будем и дальше плодотворно сотрудничать. С некоторыми предприятиями договорились о встречах уже в августе месяца. У премьер-парфюма стиля будет юбилейная дата десятилетия в этом году. Я думаю, что нужно будет обязательно уделить и отдельное внимание, и вообще гражданам Электрогорской администрации. Поэтому будем это прорабатывать. На улице Буденова начались работы по укладке асфальта. Выполнение будет проходить в два этапа. Подробнее мы узнали у начальника отдела транспорта и дорожной деятельности Нины Пастушенко. В рамках первого этапа мы производим ремонт улицы Буденова до Элимп и участок автомобильной дороги улицы Буденова-Ярославское шоссе. В первом этапе это 600 метров этой дороги. То есть это немножечко дальше, чем поворот на ГСК. К работе мы приступили в конце прошлой недели. То есть резервование было проведено, но так как погодные условия не позволили нам тут же оперативно положить асфальтобетонную смесь, мы немножечко сдвинулись по срокам. Но за сегодняшний день, я думаю, половина дороги уже будет готова. По крайней мере, одна полоса точно до выезда. Сейчас произведены работы по розливу бетонной эмульсии. И вот как мы видим, сейчас производится укладка асфальтобетонной смеси. Это только первый этап ремонтных работ. Во втором этапе входит у нас автомобильная дорога Буденова-Ярославское шоссе до выезда на федеральную трассу А-108. И также во втором этапе у нас улица Островского от железнодорожного переезда на Советской до улицы Некрасова, по-моему, там 26-й, кажется, дом. Вот, это все будет во втором этапе. На сегодняшний день там проводятся конкурентные процедуры. Но мы для себя планируем, что все ремонтные работы с асфальтом, которые связаны, мы закончим максимум 31 августа. Скажите, пожалуйста, как будет осуществляться контроль качества за выполнением работы? Наш город, единственный город Московской области, который вошел в пилотный проект по внедрению мобильного приложения Дороги Подмосковья, которое контролирует каждый этап, просто каждый, я не знаю, сантиметр ремонтных работ. У нас представитель находится постоянно на объекте, то есть как только какой-то новый вид работ начинается, будет до фрезерования, розлив эмульсии, вот сейчас укладка асфальтобетонной смеси, представитель постоянно здесь, то есть в режиме реального времени, фото фиксируется там, даже погода, температура смеси, все, очень много факторов. И это позволяет нам в полной мере контролировать все эти работы, даже можно не выезжая на место представителям нам. Значит, помимо этого, по завершению работы будут проведены лабораторные испытания качества асфальтобетонной смеси. Для этого мы проведем конкурентную процедуру. Специализированная лаборатория приедет к нам, отберет пробы, керны асфальтобетонной смеси и также поможет нам сказать, насколько качественно наши подрядчики справились с этой работой. Подведение итогов прошедшего 21 мая предварительного голосования по выборам кандидатов депутата Совета депутатов Электрогорска прошло 27 июня 2017 года на заседании политического совета местного отделения партии «Единой России». Кто представит отделение «Единой России» на предстоящих 10 сентября выборах, смотрите в следующем сюжете. В ходе заседания члены Политсовета обсудили ряд вопросов, касающихся предстоящих выборов в городской совет депутатов. Пункт 1. Об утверждении решения организационного комитета местного отделения о результатах предварительного голосования 21 мая 2017 года. Пункт 2. Об утверждении и оформлении итогового списка кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Электрогорска на выборах Совета депутатов области в сентябре 2017 года. И третий пункт на предоставление итогового списка кандидатур на рассмотрение регионального политического совета для согласования в порядке, установленном уставом партии. На Политсовете были озвучены фамилии кандидатов, которые получили больше всего голосов во время предварительного голосования и избирательные участки, на которых им предстоит работать. 21 мая был проведен праймерис и победили у нас, давайте дочитаю еще раз, кандидаты. Следующие кандидаты. По избирателям округа номер один Комухов Денис Алексеевич, по избирателям округа номер два Лукьянов Владимир Сергеевич, по избирателям округа номер три Воронина Вероника Евгеньевна, пятый Типурун Фроман Игоревич, шестой Евдокимова Додержина Николаевна, седьмой Матюшина Александровна Анатольевич, восьмой Подивилов Дмитрий Алексеевич, девятый Дашевская Ольга Евгеньевна, десятый Чесмин Алексей Викторович, одиннадцатый Алавиев Александрович, двенадцатый Свиненков Виктор Иванович, тринадцатый Черналова Ирина Андреевна, четырнадцатый Миняшева Райля Ревкатовна и пятнадцатый Руденко Медилкова Ревкатович. Члены полицовета отметили, что кандидатам депутата перед выборами предстоит большая агитационная работа с населением. Работа предстоит сложная, серьезная, командная, чтобы все понимали, да, что здесь нужно объединяться и достигать успеха, и нам предстоит с вами так серьезно потрудиться в течение июля, августа, месяца, чтобы 10 сентября достичь успеха. Также члены полицовета приняли решение по ряду организационных вопросов. А я прощаюсь с вами. В студии была Ольга Костина. До новых встреч на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова